Начало этого учебного года отмечено новой модной тенденцией букет учителю из воздушных шаров. В остальном все традиционно. Дарить в этом году будут осенние хризантемы и подходящие любому случаю розы. Жанна Алпатова о том, как готовиться в Рязани к цветочной церемонии. Сейчас здесь настоящая оранжерея. Голубоглазые ирисы, красноперые цини и золотые рудбеки. А всего пару лет назад вместо цветов росли картошка и капуста. Но хозяйка сада Юлия поняла, что дачный участок можно превратить в место, где царит искусство, творчество и неожиданные решения. Потому-то рядом с глиняными бегемотами, плещущимися в бассейне, настоящие пчелы, с удовольствием изучающие разнообразный вкус нектара. А скоро эти цветы увидят и рязанские учителя. Выращивали специально гладиолусы. Это раньше были самые такие цветы для первого сентября. Ну что-то добавляли свое, там какие-то еще есть разные зеленые травки для украшения. То есть срезаешь цветы, смотришь композицию какую-то, составляешь из разных, что с чем как бы подходит. Дачные, конечно, тоже приятно, как бы выращены самим. Ну все красивые цветы. Свои, конечно, более с любовью. Юлия Чистякова берет семена у подруг. Каждый год земля дарит новый цветочный шедевр. А вот флористы сталкиваются с дилеммой. Клиенты стали придирчивы и к привычным астрам и розам просят необычную ванду или брасику. Осень не причина отказа от тех же ландышей. Продавцы рассказывают, что сейчас нет ничего невозможного во флористике. Главное, чтобы желание удивлять не проходило. Кто бы мог подумать, что к традиционным сентябрьским гладиолусам добавятся гортензии с пышной розовой шапкой и гелиантусы, больше напоминающие подсолнухи. А обрамлять их будет забор из разноцветных карандашей и лепестки с буквами и цифрами. Сейчас популярны небольшие букеты. Мы ушли от больших букетов, от громоздких букетов. Мы пришли к каким-то маленьким, интересным, на каркасах. Обязательно с добавлением первосентябрьские атрибутики, крандашики, стерочки, линейки. Все это очень интересно, то, что удобно держать. Впрочем, Анна Гвоздикова, аэродизайнер, спешит подхватить цветочную эстафету и готова поразить и учеников, и учителей. Воздушные шары надолго оставят память о первосентябрьском празднике. Их не надо поливать, пересаживать, рыхлить и обрывать. Такие цветы, созданные за считанные минуты, необычны и оригинальны. Шар делится на три части, перетручивается, складывается, снова перетручивается, получается цветок. Надеваем цветок на ножку. И идем на 1 сентября. Школьные дворы 1 сентября превратятся в настоящие цветочные клумбы. И неважно, какие цветы будут в руках детей и учителей. Главное ощущение праздника. А разноцветные бутоны добавят хорошего настроения.